Добрый день, уважаемые участники вебинаров Директ-Академии. Сейчас я обращаюсь к тем, кто будет смотреть нас в записи. Пожалуйста, смотрите запись этого вебинара. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Чем больше лайков вы поставите, тем больше эта запись будет иметь приоритет при просмотре в YouTube. Поэтому, пожалуйста, отмечайте нас. Если не нравится, то ставите лайки. Но как-то отмечайте, пожалуйста, наши записи вебинаров. Хорошего вам просмотра. Я приглашаю в эфир Инну Журову для того, чтобы провести сегодняшнее мероприятие. Инна, прошу. Представлюсь еще раз. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я учитель-логопед высшей квалификационной категории. И сегодня мы с вами поговорим о возможностях применения игр с водой в педагогической практике. Информация, представленная мною, будет полезна как логопедам, так и воспитателям дошкольных учреждений. И также родителям. Как сказал Леонардо да Винчи, в воде была дана волшебная сила стать соком жизненной земли. Все живое на планете состоит из воды. С водой ребенок знакомится очень рано. Среда обитания малыша в утробе матери связана с водой. Ина, прошу прощения, могли бы вы погромче сделать микрофон? Тихо слышно вас. А сейчас лучше уже? А, ну нет. Ой, извините, а не подскажите, как тогда лучше, как правильно сделать мои настройки? Давайте. Наверху, там где красное, наверху в центре, там где красное изображение микрофона, поднимите движок. Таким образом. Да, вот так, вот так, вот так получше. Так, сейчас еще сделаю. А, так, хорошо? Да, вот так хорошо. Только я себя слышу, ничего страшного? Сейчас я уйду из детей. А, все, хорошо, извините, пожалуйста. Повторюсь, что среда обитания малыша в утробе матери связана с водой. Большинство новорожденных детей с удовольствием принимают ванны, шлепая ручками и болтыхая ножками в воде. Она дает ребенку приятные ощущения, развивает различные рецепторы и предоставляет практически неограниченные возможности познавать мир и себя в нем. Вода – это удивительное природное образование, исцеляющее и дающее жизнь. Об исцеляющей силе воды известно с древних времен. Соответственно, и акватерапия используется человечеством в течение столетий и даже тысячелетий. Итак, что же такое акватерапия? Акватерапия – это метод коррекции различного рода нарушений в развитии детей, при котором применяется вода. Играть с водой любят все дети, а летним жарким денечком – вдвойне. Играть можно в бассейне, в тазике, в ванне и также в речке, в пруду или море. С помощью игр с водой можно в интересной форме обучить ребенка, развить наблюдательность, мышление, внимание, моторику, тактильные ощущения, речь, двигательную и зрительную координацию. В чем же еще польза игр в воде и с водой? Вода успокаивает, эмоционально разгружает, дарит положительные эмоции, способствует физическому развитию, способствует закаливанию, профилактике различных заболеваний, знакомству с окружающим миром. Также формируется пространственное восприятие, представление о величине и так далее. Обогащается словарный запас. Ребенок приучается к хозяйству, то есть что это? Уборка, стирка, полив цветов и так далее. И также приучается к личной гигиене. Игра с водой – это естественная и доступная для каждого ребенка форма деятельности. Проблема адаптации ребенка к детскому учреждению – одна из самых острых в педагогике дошкольного возраста. Чтобы малыш мог легче адаптироваться к дошкольному образовательному учреждению, можно вводить элементы акватерапии в развивающие формы работы с детьми, что позволяет использовать различные методы и приемы при разрешении сложных педагогических ситуаций. Ребенок часто словами не может выразить свои переживания, страхи, и тут ему на помощь приходят игры с водой. С помощью воды мы имеем возможность проводить профилактическую работу над негативными эмоциями. Это агрессивные проявления, снятие излишней тревожности, плаксивости. Проигрывая в залуновавшей его ситуации с помощью игрушечных фигурок, ребенок освобождается от напряжения. А самое главное – он приобретает бесценный опыт выхода из множества жизненной ситуации. Ведь в сказке все заканчивается хорошо. Хорошо. Хочется отметить, что использование элементов игровой психокоррекции, таких как акватерапия, дает очень хорошие результаты в работе по устранению логопедических проблем у детей дошкольного возраста. Использование акватерапии как в качестве вспомогательного средства, которое позволяет стимулировать ребенка, развивать его сенсомоторные навыки, снижать напряжение эмоционального характера, так и для непосредственной речевой коррекции, является весьма эффективным методом работы. Используя игровую терапию, ребенок учится прислушиваться к себе и проговаривать свои ощущения, что важно для развития речи, произвольного внимания и памяти. Кроме того, элементы акватерапии позволяют стимулировать познавательную сферу, а именно коррегировать все стороны речевого развития. Это дыхание, слоговая структура слова, лексико-грамматический строй речи, фономатические процессы, звукопроизносительная сторона речи, связанная речь. А также создавать положительный эмоциональный фон и замедлять негативные невротические проявления. Вода, как и песок, является природным, экологически чистым материалом, манипулирование с которым не требует больших затрат. Просто и понятно для любого ребенка. Творческий потенциал педагогам позволяет использовать элементы игровой терапии с водой в различных вариациях и в зависимости от конкретных ситуаций. Будь то плановая игра с водой для отработки произнесения того или иного коррегируемого звука, а также в момент снятия психоэмоционального напряжения у негативно настроенного на педагогическую работу малыша. Ведь только при благоприятном настрое ребенка на работу и его желании можно добиться положительной динамики в развитии тех или иных компонентов речевой системы. В литературе описано большое количество приемов использования акватерапии. Можно переложить как в прямом, так и в переносном смысле слова общепринятые игры и дидактические упражнения в воду. Потому что игры с водой создают у детей радостное настроение, повышают жизненный тонус, дают детям массу приятных и полезных впечатлений, переживаний и, конечно, знаний. Каждый специалист выбирает для себя и своих воспитанников наиболее подходящие и приемлемые для каждой конкретной ситуации варианты игр. Но самым главным условием является не навязывание, конечно же, педагогам игры, все вы это знаете, а способность специалиста идти от ребенка за ним, ненавязчиво и незаметно подталкивая его к выполнению поставленных задач. Тем самым помогая малышу делать все самому, а не за него. Хочется среди такого разнообразия игр с использованием воды выделить игры, направленные на развитие познавательного интереса в рамках коррекции речевых нарушений у дошкольников с общим недоразвитием речи. И сегодняшний вебинар посвятим этим играм. Педагог может выступать как в роли наблюдателя, так и в роли руководителя процесса в зависимости от поставленных задач. Организуя игры детям с водой, мы ставим следующую задачу. Повышение эффективности педагогической работы, развитие мотивации к речи, преодоление трудностей актуализации речевых навыков посредством интегративного взаимодействия с игровым сенсорным материалом. И задачи, какие преследуем, это способствовать стабилизации эмоционального фона, способствовать снятию эмоционального и физического напряжения, стимулировать сенсорно-перцептивную сферу, способствовать формированию правильного звукопроизношения, расширять и обогащать активный и пассивный словарный запас дошкольников, формировать фономатическое восприятие, анализ, синтез, развивать и совершенствовать навыки позитивной коммуникации дошкольников и развивать у детей речевое дыхание, мышление и мелкую моторику. При введении акватерапии учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, элементарные гигиенические правила и правила безопасности работы с водой. Игры с водой используются с детьми старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, но также их можно использовать в работе и с детьми более раннего возраста. Я их использую также в работе в процессе запуска речи у неговорящих детей. В основном занятия проводятся индивидуально или под группами, то есть 2-3 человека. Длительность занятия с учетом возраста детей составляет 15-20 минут. Игры с водой могут быть организованы в различных помещениях, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. К основным нормативным требованиям можно отнести следующее. Это наличие специально выделенной части комнаты или специального помещения, пол, который покрыт линолеумом, кафелем или другим материалом, легко поддающимся влажной уборке. Стол с емкостью для воды не должен располагаться на пути движения детей и мешать их перемещению в пространстве. Вода в емкости должна находиться на уровне не более 10-15 см от ее основания, так как большее количество может переливаться через край, что приведет к возникновению ситуации, отвлекающих детей от занятий. Верхний край изделия должен находиться на уровне пояса ребенка. Если ребенок меньше ростом, то желательно его обеспечить специальной решетчатой поставкой, чтобы дети могли свободно стоять и перемещаться вокруг стола. В емкость заливают чистую, желательно фильтрованную воду. В зимнее время ее нужно подогреть до комнатной температуры или чуть теплее, но ее температура не должна превышать 36 градусов Цельсия. Вода наливается в емкость ежедневно, а при необходимости меняется несколько раз в день. Оставлять воду на ночь нельзя. Рядом со столом с емкостью с водой обязательно располагаются полотенца, специальные салфетки для вытирания рук, фартуки для детей и тому подобное. Какое же можно использовать оборудование для игр с водой? Что нам с вами пригодится в работе? Это стол для игр с водой, либо стол ванна или таз, бросовый материал, палочки, большие пуговицы, одноразовые соломки для коктейля и тому подобное. Пластиковые игрушки – это геометрические фигуры, цифры, буквы, картинки и тому подобное. Картинки такие, что если их намочить, то легко могут прикрепиться к гладкой поверхности – к кафелю, зеркалу, крышке стола. Сюда же отнесем разнообразные заводные игрушки, которые движутся по поверхности воды. Игрушки и приспособления для игры с водой. Природные материалы, различные ракушки, камешки, орехи, желуди. Сюда же можно взять удочки, игрушки, ложки, половники, лейки, пластмассовые водоросли для аквариумов и тому подобное. Стаканчики разного объема, набор резиновых игрушек, ситечки, пинцеты, сачки, водоплавающие свечи, трубочки, губки, краски и многое другое. Здесь уже на сколько хватит вашей фантазии. Организуя игры с водой, хорошо использовать художественное слово. Это стихи, пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика в стихах. Такие игры желательно сопровождать прослушиванием аудиозаписи, шума дождя, водопада, журчание ручейка, рокота прибоя. Эти игры хороши тем, что в них могут участвовать как дети, так и взрослые. Помните, что в естественной среде ребенок чувствует себя комфортно и защищенно. При этом он имеет возможность проявлять свою активность и творчество. Дети с удовольствием играют с водой, так как это то, чем ребенок любит заниматься, том, чего не боится. Все знания, которые получают дети во время игры, усваиваются гораздо быстрее и проще. Но прежде чем приступать к играм, нужно запомнить несколько простых правил работы с водой. Какие? Это дети играют с водой только под присмотром педагога. Перед играми с водой дети надевают фартук. Так мы и приучаем ребенка содержать одежду в чистоте. И обязательно перед игрой озвучиваем детям инструкцию. Никакие предметы в рот брать нельзя. Перед началом работы следует обучить детей необходимым правилам. Какие? Это нельзя намеренно выливать воду на пол. Нельзя брызгаться водой. После игры вытереть руки на сухо. Игры с водой предполагают выполнение различных игровых действий в соответствии с возрастом и особенностями развития детей. Какие? Совместные действия детей и взрослых. Действия по подражанию и образцу предложенному взрослым. И самостоятельные действия, которые отражают собственный замысел детей. Игры с водой можно разделить на три группы. Это эксперименты, сюжетные и подвижные. На разных этапах развития ребенка и в зависимости от поставленных задач используем следующие варианты игр. Это игры в объемном пространстве, ванночка, таз и игрушечный бассейн. Игры в двух емкостях одинаково или разного размера. Большой и маленький, глубокий и мелкий тазы и тому подобное. Игры с водой и различными предметами, которые прикрепляются к кафельной или зеркальной стене для создания плоскостных композиций. Цифры, буквы, предметные картинки и тому подобное. И игры с различными сосудами, которые наполняются водой. Пластмассовые бутылки, миски, стаканы, кувшины. Знакомим детей с водой. Взрослые объясняют детям, как можно играть с ней в помещении и на улице. Какие предметы и орудия можно использовать в играх. Затем уже знакомим детей со свойствами воды. Для этого необходимо подготовить лейку, воронку, прозрачные емкости различной формы и величины и мерный стаканчик. Вместе с детьми определите основные свойства воды. Какие это свойства? У воды нет цвета. В один стакан налейте простую воду, а в другой молоко. Затем опустите в стаканы какие-либо предметы. Молоко имеет цвет, поэтому предметов не будет видно. А в прозрачной воде спрятаться нельзя. Кроме того, можно попросить ребенка зажать маленькую игрушку в кулачок и спросить у него, видит ли он игрушку. А потом взрослый предлагает положить ее в таз с водой. И, выполнив задание, ребенок убеждается, что игрушку, лежащую на дне, видно. Опять же, взрослый объясняет ребенку это тем, что вода прозрачная, поэтому в ней все видно. Следующее свойство. У воды нет запаха. Предложите детям сравнить, как пахнут различные жидкости. Вода, сок, подсолнечное масло и так далее. Следующее свойство. У воды нет вкуса. Точно так же, как и в предыдущем опыте, вместе с детьми сравните вкус нескольких напитков. Также можно налить в три чашки кипяченую воду. В одну положить чайную ложку соли, в другую чайную ложку сахара, а третью оставить нетронутой. Дать ребенку попробовать воду из всех чашек на вкус. Еще одно свойство. У воды нет формы. Наливая одно и то же количество воды в различные сосуды, стакан, тарелка, ваза, ребенок поймет, что жидкость не имеет постоянной формы. Следующее свойство. Температура воды может быть различной. Предложите детям сравнить свои ощущения при прикосновении к холодной и горячей воде. Еще одно свойство вода является растворителем. Для этого дайте детям несколько прозрачных стаканчиков с водой и краску. Гуашь берем или акварель. Им будет интересно получать разные оттенки одного и того же цвета. Добавляем в один стаканчик больше краски, а в другой меньше. И еще одно свойство воды. Это то, что лед и пар, это тоже вода. Вместе с воспитанниками понаблюдайте, как пар выходит из кипящего чайника. А затем накройте емкость со вскипяченной водой. И посмотрите, как сконденсированный пар превращается в капли воды и падает вниз. Также понаблюдайте, как тает лед, как замерзает вода в холодильнике. Здесь можно использовать следующее упражнение. Дети достают из ведерка по два ледяных шарика. Зажимают по одному шарику в ладошки. Смотрят, как из ладошек капают капельки. При этом ритмично сжимают и разжимают кулачки. И произносят текст. Затем дети кладут шарики обратно в ведерко. И опускают руки в мисочке с теплой водой. И стихотворение перед вами на экране. Стихотворение предоставлено Нищевой Наталье Валентиновной. Или, например, игра «Ледниковый период». В небольшую миску или силиконовую форму положите мелкие игрушки. И залейте их водой. А после заморозьте. Чтобы легко извлечь лед из миски, обдайте ее кипятком. Ребенок почувствует себя настоящим спасателем, освобождая игрушки от льда при помощи различных инструментов. Продемонстрируйте детям животворное свойство воды. Для этого поставьте в воду ветки кустарника или дерева. Через некоторое время на них появятся листочки. Если на дворе лето или осень, то можно поставить в воду цветок, а другой такой же оставить без воды. Пусть дети понаблюдают, который из них завянет раньше. В ходе ознакомления со свойствами воды детей обучают играм с использованием стола с емкостью с водой, различных бытовых предметов, игрушек, природных материалов. Детям предлагают сначала самостоятельно поиграть с водой, то есть пускать в воду разные предметы, перелить воду из одного кувшина в другой, набрав ее из ванны. Затем взрослые организуют совместные с детьми игры, показывая образец взаимодействия с водой, обучая их играть так, чтобы не доставлять неудобства остальным, то есть не обливаться, не обрызгаться и тому подобное. Дети должны получить возможность поиграть с теплой, холодной, горячей водой, ну конечно же в пределах допустимых температур. Игры с водой хорошо использовать с детьми раннего и младшего возраста. Для игр с водой вам подойдут, могут понадобиться емкости различного объема, ложки, половники, сито, воронки, водяные мельницы, венчики, пипетки, губки, тряпки, поднос и другие приспособления. Вот несколько интересных идей для водных игр, которые обязательно понравятся детям. Первая игра «Отожми губку». Для этой игры понадобятся два тазика или глубокие миски и, конечно, губка. Одну из емкостей наполните водой, а вторую оставьте пустой. Используя губку, кроха должен перелить воду из одного тазика в другой. Или игра «Поймай рыбку». Положите в тазик с водой не тонущие предметы, например, мелкие резиновые игрушки, пробки, мячики, бусинки. И предложите малышу с помощью сита выловить рыбок, так называемых. Подготовьте миску или ведерко, куда ребенок будет складывать свой улов. Переливание жидкости из одной емкости в другую для малышей задача не из легких. Это упражнение позволяет развивать координацию движений, глазомер, концентрацию внимания. И здесь хочу порекомендовать вам игру «Налей воду в стаканы». Приготовьте стаканы и другие емкости различного объема и формы. А затем с помощью фломастера или клейкой ленты отметьте на них тот уровень, до которого малышу нужно их наполнить. Чтобы ребенку было интереснее, воду можно подкрасить. Или, например, игра «Перелей через воронку». Дети любят использовать в играх различные приспособления, с которыми они не часто сталкиваются в реальной жизни. Одной из таких интересных вещей является обыкновенная воронка. Или игра «Взбей пену». Добавьте в воду немного жидкого мыла и покажите ребенку, как при помощи венчика можно взбить пушистую вену. Пену, извините. Игра «Большая стирка». Таз с водой и несколько кукольных платьев или просто тряпочек – это все, что нужно, чтобы малыш надолго занялся отделом. Также можно натянуть веревку, например, между двух стульев. И при помощи прищепок вешать игрушечную одежду сушиться. И игра «Автомойка». Чтобы приучить кроху к уходу за своими вещами, поиграйте с ним в «Автомойку». Резиновые и пластиковые игрушки малыш сможет самостоятельно помыть в мыльном растворе, а затем сполоснуть под проточной водой. Хочу предложить вашему вниманию игру с водой на стихи и музыку Юлии Дерябкиной. Ссылка на ее аккаунт в Инстаграм перед вами на экране. Меня эта игра очень вручает в работе с детьми раннего возраста. Детям очень нравится эта игра. С восторгом всегда принимают ее. Очень действенным и эффективным на логопедических занятиях для регуляции мышечного тонуса и снятия напряжения с мышц пальцев рук, а также для совершенствования мелкой моторики, являются следующие упражнения. Положить ладони на воду, почувствовать полное расслабление пальцев, погрузить пальцы в воду, сжимать и разжимать кулачки, погрузив пальцы в воду, сжимать и разжимать поочередно то мизинец, то большой палец на одной руке, на обеих руках одновременно. Погрузить пальцы в воду и легкими движениями создавать волны. При выполнении заданий пальцами ведущей руки вторая рука обязательно погружена в теплую воду. И что мы еще делаем? Массаж рук в воде. Какая же инструкция? Опусти руки в воду и сжимай кулачки попеременно. Затем вместе чередуя с напряжением и расслаблением. Теперь выни руки из воды, опусти пальчики вниз. Что это капает с пальчиков? А давай с тобой сделаем дождик на воде пальчиками. Ударяем пальчиками о поверхность воды. И при этом проговариваем стихотворение. Оно перед вами на экране. Зачитывать не буду. Следующая игра. Собери бусы. Здесь мы не только развиваем мелкую моторику, но и закрепляем знания о цвете, форме, размере. Даем следующую инструкцию. Собери в воде разноцветные бусы. Бусы одного цвета. Из бусин одинаковые формы, размеры и так далее. Также можно доставать и камушки. Камушки Марблс. Опять же, инструкцию даем. Показать детям карточки с изображением геометрических фигур, контуров различных предметов. И предложить выложить рисунок в воде, как на картинке из камушков Марблс. Также игра рыболов способствует развитию мелкой моторики. Когда в емкость с водой опускаются различные предметы, и ребенок должен выловить их с помощью ситечка или ложки. Игры с водой полезны для развития и общей моторики. Вот несколько интересных идей подвижных игр с водой. Практически все подвижные игры в воде можно адаптировать под количество детей и условия. И первая игра, которую хочу представить вашему вниманию, называется «Попади в цель». Налить в тазик воды и кидать в него мяч заданного расстояния. Или игра-брызгалка. Можно использовать современные водные пистолеты. А можно взять пластиковую бутылку, проделать несколько дырочек в пробке, наполнить бутылку водой и устроить водное сражение. Еще одна игра – водонос. Задача – донести тарелочку, полную воды, до финиша, вылить ее в емкость и вернуться обратно. Побеждает та команда, у которой больше воды в емкости. Подобную игру можно играть, используя ложку. И еще одна игра «Миллиоратор». Задача – осушить болото, то есть тарелку с водой. Чтобы осушить его, необходимо дуть на воду. Побеждает та команда, у которой вода из тарелки выплеснулась больше. Мы в моем учреждении, где я работаю, проводим летом различные водно-сухопутные испытания для детей, где используем эти игры. Опять же, дети счастливы, довольны, и нам, педагогам, тоже хорошо. Преследуем свои цели. Играя в воде, на ее поверхности, на дне емкости, дети осваивают пространственные представления. Для этого используются натуральные предметы – ракушки, камешки, листья, веточки, плоды растений и тому подобное. Игрушки, взводные и обычные, пластиковые фигуры, которые тонут и которые не тонут в воде. Играя в воде с этими предметами, дети называют и показывают их пространственное расположение на дне, на поверхности воды, по всей поверхности воды, у одного края ванночки, справа, слева и тому подобное. Например, игра «Рыбка». Оборудование следующее. Емкость с водой, стеклянные рыбки «Марблс» можно взять, зламинированный шаблон в клетку. На формате А4 начертаны квадраты 5х5 в равном количестве и непромыкаемые фартуки. Ход игры следующий. Просим ребенка пройти, помочь рыбке найти нужный квадрат. И даем инструкцию. Две клетки вверх, одна клетка влево и так далее. Для развития диафрагмального дыхания, который является основой в логопедической работе, можно предложить следующие виды игр, которые носят как обучающий, так и психотерапевтический эффект. Перед началом работы по развитию дыхания необходимо обучить детей следующим правилом. Набирай воздух через нос, не поднимая плечи, надувай живот шариком, выдыхай медленно и плавно. Старайся так дуть, чтобы воздушная струя была очень долгой. И, например, упражнение фонтанчик. Лучше выполнять с кипяченой водой в индивидуальном стакане. Ребенок, удерживая губами коктейльную трубочку, производит так называемые бульки в воду. То сильнее, то спокойнее на одном выдохе. Постарается сделать несколько, скажем так, вкал-выкал фонтана. Еще вариант упражнения. Сделай шторм. Ребенку предлагается длительной, сильной воздушной струей вызвать шторм на воде. В парусной регате принимают участие несколько детей. В широкую емкость с водой опускают парусники и предлагают детям отправить парусник в плавание с помощью длительного выдоха. Выигрывает тот, кто быстрее придет к финишу. И еще игра «Морская прогулка». Оборудование, емкость с водой, кораблик, коктейльные трубочки и непромыкаемые фартуки. С помощью коктейльной трубочки ребенок передвигает кораблик, лодочку, легкую черепашку, рыбку или шарик по поверхности воды. Кораблик может быть из бумаги, ореховой скорлупы, футляров из киндер-сюрпризов и так далее. Артикуляционные упражнения также можно сочетать с движениями рук в воде, таким образом отрабатывает темп выполнения упражнения. Например, выполняя упражнение «Лошадка» можно щелкать языком. Одновременно пальцами ритмично в такт щелчкам скакать по воде. Можно в такт кидать в воду мелкие камушки. Выполняя упражнение «Часики» можно языком ритмично двигать вправо-влево. Указательным пальцем ведущей руки в такт движением языка в том же направлении по воде рисовать движение стрелок «Часов». Или, например, тоже знакомое упражнение «Артикуляционный индюк». Быстро облизывать верхнюю губу со звуком «бл-бл-бл». Пальцами в такт двигать по воде. Упражнение «Качели». Языком ритмично двигать вверх-вниз, указательным пальцем в воде двигать в том же направлении. Или наше упражнение наказать непослушный язычок. Губами мы шлёпаем по языку, ладонью легко похлопывать по воде. Упражнение «Расчёска». Язык протискивать между зубами вперёд-назад, пальцами в виде граблей двигать по воде. Дальше. При автоматизации поставленных звуков также можно использовать игровые приёмы. Например, при автоматизации звука «Р» можно рисовать на воде букву «Р», произнося одновременно звук «Р». Аналогично можно работать с другими звуками, сочетая написание буквы с произнесением звука. При автоматизации слов можно отшлёпывать слоги на воде. Какие же можно предложить варианты игр при автоматизации звуков? Например, игра «Заведи мотор». Цель этой игры – развивать правильное звукопроизношение изолированного звука «Р». Ход игры следующий. Произносить длительно звук «Р» и при этом выполнять круговые движения руками в воде в одном направлении, либо в разных направлениях, либо вверх-вниз в одном направлении, в разных направлениях и тому подобное. Игра про ход. Цель этой игры – развивать правильное произношение изолированного звука «Л». Ход игры тот же, что и в предыдущей игре, только теперь мы произносим звук «Л». Выполняя те же движения, произносим звук «Ш», либо «Ж». Тогда играем, соответственно, в змейку, шарик, жука. Выполняя те же движения, произносим звук «С» или звук «З», тогда играем, соответственно, в насос, либо в комарик. Игра «Достань игрушку». На дне любой емкости с водой мелкие игрушки на определенный звук. Взрослые просят ребенка достать и четко назвать игрушку, в названии которой есть заданный звук. Или игра «Узнай игрушку на ощупь». Здесь следующее оборудование. Опять же, емкость с водой, пластмассовые игрушки и непромыкаемые фартуки. Ход игры следующий. После предварительного рассматривания детям предлагается закрыть глаза, опустить руки в воду, взять любую игрушку и узнать ее. Что это? Для работы над слоговой структурой слова можно использовать следующие варианты игр. Например, игра «Морские камешки». Просим ребенка достать из воды столько же камешков, сколько в названном слове слогов. Или игра «Исправь ошибку». Взрослый бросает в воду неправильное количество камешков. Ребенок определяет, сколько слогов в слове и исправляет ошибку, добавляя или убирая камешки. Можно использовать подкрашенную воду, что становится незаменимым при развитии фономатического слуха. Кроме воды в ее жидком состоянии, интересно использовать ее в виде разнофигурного льда, что также позволяет отрабатывать поставленный звук. Например, логопед предлагает выбрать из замороженных фигурок только те, в названиях которых есть звук «Р». Если ребенок выбирает правильно, лед тает и превращается в игрушку. Либо такой вариант игры. Игра «Достань игрушку». Цель ее – развивать умение определять наличие заданного звука в слове. И ход игры. На дне любой емкости с водой мелкие игрушки. Взрослый называет звук и просит ребенка найти и достать игрушку, в названии которой есть заданный звук. Игра «Рыбка». Цель этой игры – развивать умение находить место заданного звука в слове. И ход игры. На дне любой емкости с водой три рыбки. Педагог называет звук, место положения которого необходимо определить в названных словах. Затем логопед произносит слово. Ребенок слушает слова, определяет место положения заданного звука в слове. Начало, середина или конец слова. И ловит на магнитную удочку соответствующую рыбку. Либо достает необходимый камешек Марблс. Игра следующая. Цветные жемчужины. Цель этой игры – закрепить понятие гласный-согласный, твердый-мягкий и их цветовые обозначения. И ход игры. На дне любой емкости с водой так называемые жемчужины трех цветов – красного, синего и зеленого. Можно использовать камешки Марблс. Взрослый называет звук, ребенок дает характеристику звука и достает жемчужинку нужного цвета. И варианты игр. Определись, сколько гласных, например, твердых согласных, мягких согласных в слове. И достань столько же жемчужин нужного цвета. Игра «Собери жемчуг». Цель этой игры – формирование фономатического анализа. И ход игры следующий. На дне любой емкости с водой жемчужины трех цветов – красного, синего и зеленого. Педагог называет слово и предлагает сделать звуковой анализ на дне аквариума из цветных жемчужин. При работе со сложными словами можно использовать следующий вид работ. Ребенок выполняет по просьбе логопеда определенные действия. Льет сверху воду. Анализируется слово «водопад». Разбирает в воде модель кораблика. Происходит аналогичная работа со словом «кораблекрушение». Сливает воду через разрезанную наполовину широкую пластмассовую трубочку. Образуется слово «водослив». С помощью аква-игр педагог может работать с ребенком над обогащением словарного запаса и развитием грамматического строя речи. Так ребенок обнаруживает плавающие по воде различные предметы и игрушки и подбирает к их названиям прилагательные, согласовывая их вроде существительными. Например, «рыбка» – полосатая, «кораблик» – легкий, «блюдце» – пластмассовое. Для формирования словаря прилагательных используется следующая игра. Оборудование, которое нам пригодится – это емкость с водой, игрушки и, конечно, непромыкаемые фартуки. Ход игры следующий. Достань круглую, легкую, железную, большую, узкую и так далее игрушку. Либо достань овальный, желтый, пластмассовый фрукт – лимон. Еще одна игра – ракушки. Эта игра направлена на согласование существительного с числительным. Оборудование, емкость с водой, ракушки и непромыкаемые фартуки. Ход игры следующий. Доставай по одной ракушке и считай. Одна ракушка, две ракушки и так далее. При подготовке к обучению грамоте ребенок по заданию педагога вылавливает со дна ванночки заданные буквы, обозначающие гласные или согласные звуки. Кроме этого, ребенок по заданию взрослого вылавливает определенные буквы и составляет слог или слово. Доставать буквы можно как рукой, так и ситечком, или ложкой, так и магнитной удочкой. Игра – один много. В смысле, мне тише, Павел Юрьевич, говорить или меня не слышно? Я сделала на максимум. Не знаю даже, что еще тут можно сделать. А, тихо слышно. Так, а что же тогда можно еще? Микрофон и звук. У меня стоит на максимуме. Ага, хорошо слышно. Спасибо большое, коллеги. Игра. Постараюсь говорить еще погромче, чтобы меня было слышно. У меня на максимуме. Игра – один много. Предлагаем достать из воды всех морских жителей. Взрослый должен называть их в единственном числе, а ребенок – во множественном. Черепаха – черепахи. Утка – утки. И так далее. Так. Сейчас попробую перевойти вебинар. Развините, пожалуйста, кто-то меня не слышит. Утка. 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 Продолжение следует... Извините, пожалуйста. Итак, с целью закрепления зрительного образа буквы и профилактики оптической дисграфии используем игру «Угадай букву». Ход игры следующий. На дне емкости с водой пластиковые буквы, частично закопанные в грунт. Ребенок должен узнать и назвать букву. Если буква названа правильно, ребенок может ее достать. Здесь используем усложнение составления и чтение слогов и даже слов. Еще игра «Узнай букву на ощупь». Оборудование следующее. Емкость с водой, пластмассовые буквы и непромыкаемые фартуки. Ход игры следующий. Закрой глаза, опусти руки в воду, возьми любую букву и узнай ее, какая это буква. Еще игра «Угадай букву или цифру, плавающую на животе». Здесь нам понадобится стол ванны, ну или другая емкость с водой, буквы или цифры из мягкого полимера и полотенца. Педагог предлагает ребенку назвать буквы или цифры, плавающие в воде перевернутыми, а также те, которые плавают правильно. Затем он просит ребенка выловить и приклеить к стене только те буквы или цифры, которые плавают правильно. Затем расположить на стене, плавающей на животе. Или игра «Составь букву, слово, слог». На дне емкости с водой металлические счетные палочки. И ход игры следующий. Ребенку предлагается выложить и назвать букву или выложить заданную букву. Слог, слово. Переносите знакомые игры в воду, адаптируя пособия, и вы увидите, что обучение через игры с водой позволяет ребенку получить психоэмоциональную разгрузку и усвоить необходимые знания и умения и навыки. Работая над связанной речью в играх с водой, педагог отрабатывает грамматические категории, предложено поддержные конструкции. Выполняя действия с игрушкой в воде, ребенок составляет рассказы о писании, придумывает волшебный мир перевоплощений. При этом, описывая внешний вид рыбки, ребенок может проводить пальцем по частям рыбки, ее тело, тем самым развивая мелкую моторику. А можно все игры облечь в сказку. Например, герой – теленок вопросик, который ведет своих маленьких друзей в удивительный мир почемучек. Он задает вопросы, волнующие наших малышей. Он ищет на них ответы у сказочных персонажей, у своих друзей и, конечно же, как и все дети, у мамы. Теленок предлагает всем ребятишкам проверять свои решения или ответы на вопросы в практической деятельности. Таким образом, на практике дети узнают много интересного о мире, который их окружает. Например, солнце может нагреть воду, а ночью эта вода же станет холодной. А если в воду бросить камешки, то они утонут, а листочки будут плавать на поверхности воды. Истории, которые происходят с героем, полны неожиданностей. Никогда не угадаешь, что с ним произойдет в следующей сказке. А ведь это так интересно познавать мир, в котором живешь ты, твои родители, твои друзья. Ведь вокруг так много интересного и так хочется все попробовать. Игры с теленком вопросиком дают прекрасную возможность в разных ситуациях закрепить полученные знания. Учиться, играя и играть, учась. И с водой также можно играть в сюжетные игры. Например, игра «Варим суп». Предложите малышу сварить суп для мишки или куклы. Пусть ингредиенты будут листики, травинки, палочки, а соль – это песо. Игра, конечно, больше подходит для улицы, а дома можно выделить ребенку небольшое количество круп, приправ. Либо игра «Мытье посуды» или «Большая стирка». Вода – это идеальное вещество для знакомства с физическими свойствами предметов. Преимуществами привычной нам субстанции являются самодоступность и дешевизна. Не нужно дополнительных инструментов и оборудования, специальных навыков и знаний. И можно проводить исследования как дома, так и в дошкольном учреждении. Сложность проводимых опытов зависит от возраста ребенка и уровня его знаний. Начинать эксперименты с водой для детей лучше, конечно же, с простых манипуляций. И первый эксперимент, о котором я хочу рассказать – это сломанный карандаш. Простейший опыт, демонстрирующий преломление изображения в жидкости. Это помещение трубочки или карандаша в прозрачный стакан, наполненный водой. Погруженная в жидкость часть изделия будет казаться деформированной, отчего карандаш выглядит сломанным. Оптические свойства воды можно проверить и таким способом. Взять два одинаковых по размеру яйца и погрузить одно из них в воду. Одно будет казаться больше, чем второе. Следующий эксперимент – это расширение при замерзании. Возьмите пластмассовые трубочки для коктейля, залепите один конец пластилина, наполните водой до краев и закупорьте. Поместите трубочку в морозилку. Через некоторое время обратите внимание малыша, что жидкость замерзая расширилась и вытеснила пластилиновые пробки. Расскажите, что вода может разорвать емкость, если ее подвергнуть влиянию низких температур. Следующий эксперимент – это сухая салфетка. На дно пустого стакана поместите сухую бумажную салфетку. Переверните его и опустите вертикально в таз с водой краями вниз до дна. Не допускайте попадания жидкости внутрь, удерживая стакан силы. Также в вертикальном направлении достаньте стакан из воды. Если все выполнено правильно, бумажка в стакане не намокнет. Этому будет препятствовать давление воздуха. Расскажите детям историю о водолазном колоколе, с помощью которого люди могут опускаться на дно водоема. Еще один эксперимент – это исчезающая монетка. Для демонстрации этого опыта налейте в литровую банку воды и закройте крышкой. Достаньте монетку и дайте ее в руки малышу, чтобы он убедился, что она самая обыкновенная. Пусть ребенок положит ее на стол, а вы поставите сверху банку. Спросите у малыша, видит ли он денежку. Уберите емкость и монетка снова будет видна. Еще один эксперимент – это кубики льда. Дети любят замораживать воду. Поэкспериментируйте с ними с формами и цветом. Малыши убедятся, что жидкость повторяет форму емкости, в которую помещена. Заморозьте окрашенную воду кубиками. Предварительно вставьте зубочистки или трубочки в каждую. Из морозильной камеры вы достанете множество разноцветных корабликов. Наденьте бумажные паруса и опустите кораблики в воду. Лед начнет таять, образовывая причудливые цветные разводы. Это проявляется диффузия жидкости. Следующий эксперимент – вода бежит по дорожкам. Для опыта вам понадобится 3 прозрачных стакана, пищевые красители и 2 салфетки, марлевые бинты. 2 стакана налейте в воду и добавьте в нее пищевой краситель. Например, в один стакан желтый, в другой красный. А третий стакан оставьте пустым. Сложенные в несколько раз салфетки или полоски марли, здесь что вы взяли, нужно поместить в стаканы таким образом, чтобы одним концом они оказались на несколько сантиметров в воде, а другим в пустом стакане. В результате вода по дорожкам из салфеток будет перетекать в пустой стакан и там смешиваться. В данном случае у нас получится оранжевый цвет. Еще один эксперимент – крашеные цветы. Для этого опыта лучше всего подойдут белые цветы или листья салата. Поставьте срезанный цветок в воду и добавьте в нее пищевой краситель. Через некоторое время можно будет увидеть, как лепестки окрасятся. Также можно попробовать разрезать стебель вдоль на несколько частей, а потом каждую из них поместить в воду разного цвета. Тогда ваш цветок получится еще эффектнее. Этот эксперимент доказывает, что растение пьет воду. И крайний эксперимент, о котором я хочу рассказать вам – это цветы лотоса. Вырежьте из бумаги цветки лотоса с длинными лепестками. С помощью карандаша или ножниц закрутите лепестки прямо к центру. В широкий таз налейте воду, затем опустите на ее поверхность цветки. Лотос будет распускаться прямо на глазах, что непременно удивит ребенка. Объяснить это можно тем, что намыкая, бумага тяжелеет и тяжелые листики сами тянутся вниз. Игры и опыты с водой не оставят равнодушными ни одного малыша. Они не сложны в организации и приносят большую пользу крохе. Ребенок учится наблюдать, быть внимательным и терпеливым. Активно развивается мелкомоториком, восприятием, мышлением. Кроме того, как я уже говорила, вода снимает эмоциональное напряжение и успокаивает детей. Мини-бассейн для ручных игр – это прекрасная развивающая среда для работы с детьми дошкольного возраста. Она дает неограниченные возможности экспрессии, так как игры с водой насыщены разными эмоциями, восторгом, удивлением, волнением, радостью, что позволяет создавать символические образы, отражающие неповторимый внутренний мир ребенка. Играя с водой, ребенок бессознательно рассказывает о себе, о своих печалях, надеждах. Какая ответственность в данной игре у взрослого? Ведь он не только развивает речь ребенка, но и открывает окошко в глубины его внутреннего мира. Только от профессионализма и творческого подхода педагога к своей работе использование элементов акватерапии как метода развивающего воздействия при работе с детьми дошкольного возраста будет оправдано. Творите педагоги на радость детям и себе. Спасибо за внимание.